Феминистки носят короткие волосы, конечно, ходят только в брюках и презирают обувь на каблуках. Расхожее мнение большинства. Екатерина – феминистка, которая разрушает устойчивый образ. Такие вот стереотипы совершенные, это на самом деле не имеет к феминизму никакого отношения. То есть феминизм формирует право выбора. Ты можешь соответствовать стандартам красоты, не соответствовать. Но самое главное – исходи из того, что ты чувствуешь, из своей индивидуальности. Поэтому действительно, да, среди феминисток немало женщин с розовыми волосами, с пирсовыми татуировками. Не зависеть от мужчин и их мнения – это и есть феминизм. Это же главная идея праздника, родоначальницами которого стали Клара Цеткин и Роза Люксембург. Еще в 1909 году немецкие социалистки предложили женщинам проводить этот день в демонстрациях, борьбе за право голосовать и достойно зарабатывать. У нас в Сибири в это же время, то есть при монархии, положение женщин было иным. Первая в Барнауле гимназия открылась для девочек, да и влиятельных меценаток в городе уже хватало. У нас в Барнауле и на Алтае можно было встретить немало женщин-предпринимателей, среди которых и крупные владелицы или даже совладелицы фирм, такие как, например, Евдокия Мельникова, Евдокия Судовская, Елена Морозова, Раиса Алюнина. Все-таки это, я бы сказал, высшая часть нашей хозяйственной, финансовой, промышленной элиты. А вот революция привлекла огромное количество женщин, в прямом смысле бьющихся за свою свободу. Достаточно назвать имена. Надежда Крупская, Александра Калантай, Вера Засулич, Мария Спиридонова, Екатерина Брешко-Брешковская, Ольга Люботович и многие-многие другие. Барнаул не сильно отставал. В этом здании в 18-м году прошлого века заседал главный орган власти, губернский исполнительный комитет, и в его состав входили женщины. Для только что ушедшего царизма дело просто немыслимое. И в этом смысле да, революция женщину эмансипировала. Сегодня феминизм вышел на другой уровень. Теперь цель – добиться равноправия в умах, доказать, что женщина не уступает мужчине в интеллекте, работоспособности. И один из главных вопросов современного феминизма – финансовый. Почему женщины зарабатывают меньше, чем мужчины? Почему у нищеты в России женское лицо? Как так получилось? Почему женщины получают меньше ресурсов, контакта с ресурсами меньше? И, соответственно, научить женщин считать деньги, зарабатывать деньги, уйти от этой идеологии, что женщина должна пересесть с шеи отца сразу на шею мужа, и как бы миновав период зрелости и ответственности за собственную жизнь, то есть уйти от этой идеологии – это один из пунктов, чем занимается современный феминизм. Сама Екатерина считает, что 8 марта не столько праздник, сколько повод обратить внимание на женщину. Пышно и с цветами это торжество не отмечает. Кстати, единомышленницы Екатерины, которые бы не стеснялись своих взглядов, в Барнауле не так много. Андрей Дриер, Андрей Печоркин. Наши новости.